Делегация из Роснефти В Институте международных отношений КФУ Проходит серия мероприятий, приуроченных ко дню дипломатического работника О событиях 20 февраля узнал наш корреспондент В стенах Института международных отношений Казанского университета Прошла открытая лекция Генерального консула Республики Турция В Казани господина Ахмеда Садыка Догана Цикл практических семинаров проходит ежегодно Он приурочен к декаде дипломатического работника, который отмечается в первую неделю февраля Вчера у нас выступал генконсул Казахстана, завтра у нас генконсул Венгрии И самое интересное, что когда сегодня только приехал господин Ахмед Садык Доган Он сказал, что готов прочитать целый цикл лекций, посвященные российско-турецким отношениям, внешней политике Турции Цикл лекций будет ориентирован на всех студентов Института международных отношений И пройдет на английском языке Для нас это большая удача, для нас это большой опыт, как для студентов, так и для преподавателей Потому что когда читают лекции про текущие дипломаты, которые могут познакомить своих студентов, так скажем, с лайфхаками дипломатического опыта То есть это для нас, конечно, большой опыт В своей лекции господин Ахмед Садык Доган осветил основные международно-правовые вопросы и положение Турции в меняющемся мире На лекции присутствовали как студенты начальных курсов, так и магистранты Большим событием это стало и для студентов из Турции, которые сегодня обучаются в Казани Генеральный консул рассказывает о работе своих ведомств, рассказывает о российско-турецких, российско-казахстанских, российско-венгерских отношениях Ребята учатся, набираются опыта, потому что в будущем я надеюсь, что многие из них будут дипломатами Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс Делегация из Роснефти посетили Казанский федеральный университет Что удивило специалистов, узнаем в следующем сюжете В сентябре 2018 года Казанский федеральный университет вошел в список вузов-партнеров Роснефти В рамках этого в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялся круглый стол ТФУ представил Роснефти доклады по разработкам в области добычи и транспортировки углеводородов Сотрудники компании высоко оценили оснащенность лабораторий Казанского университета и компетентность его ученых Лаборатории впечатляют, впечатляет связь между наукой и производством очень тесная Дай бог многим предприятиям обзавестись таким серьезным комплексом научным В настоящий момент по заказу нескольких подразделений компании в КФУ ведутся работы по различным исследованиям В составе делегации были и представители высших учебных заведений Для них интересно научное сотрудничество Казанским федеральным университетам у нас большой план Особенно интересно нам направление в рамках подготовки продукции и подбора катализаторов А также ваших лабораторного комплекса в рамках работ по САГДИ термогравитационному дренажу Диана Тярт, Ленар Довлетяров, Универньюс 20 февраля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов MBA Выпускникам 2019 года О том, как проходило это торжественное мероприятие, наш следующий сюжет Выпуск MBA Высшей школы бизнеса 2012 года представлен мастерами делового администрирования Управленцами в реальном секторе экономики, в частности IT и сельского хозяйства И представителями системы государственного управления Республики Татарстан Особенно, конечно, отразно то, что сегодня у нас выпускаются две программы новые, которые впервые Которых не было у нас раньше в университете Это по агробизнесу и IT-технологии Вы будущие, наверное, большие руководители Ведомств, даже министр, может быть, контор, может быть, и президент Не будем зарекаться от этого Я хотел, чтобы вы серьезно меня обратили на развитие малого и среднего бизнеса У нас в Республике, в России Это сейчас самая главная задача нашей экономики На вручении дипломов мастеров делового администрирования Присутствовали Риас Мензарипов, первый проректор Казанского федерального университета Алсо Ахмерчина, директор высшей школы бизнеса КФУ Валерий Сорокин, генеральный директор АО «Связьинвестнефтихим» Олег Земсков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Галеев, депутат Государственного совета РТ И другие почетные гости Часто говорят, что Россия самая богатая страна в мире Я всегда добавляю слово потенциально Потенциально это так, но по факту нам еще много надо работать И главнейшим фактором в этом веке будут не ресурсы, а качество человеческого капитала Будем надеяться, что человеческий капитал, вышедший из стен высшей школы бизнеса КФУ Оправдает возложенные на него надежды Камиль Гимаздинов, Ленардо Влитяров, Универньюз В Казанском Федеральном Университете открылась выставка, посвященная Эдуарду Эверсманну Он является российским натуралистом, ботаником, зоологом, энтомологом, врачом и путешественником О подробностях выставки расскажет наш корреспондент Анна Глазунова 20 февраля в предактовом зале Музея истории Казанского Федерального Университета открылась выставка «Врач-путешественник-натуралист» Она посвящена 225-летию со дня рождения выдающегося естествоиспытателя, ботаника, зоолога, врача и путешественника Эдуарда Эверсмана который был ординарным профессором зоологии и ботаники в Казанском Университете Он был прекрасным наездником и лучше всех директорских студентов держался в седле У него были прекрасные ловкие руки и он был замечательным механиком и рисовальщиком, что очень важно для зоолога И мы хотели вот это все показать на выставке Открыли выставку директора Музея истории КФУ Светлана Фролова и заслуженный эколог Республики Татарстан, ученый Казанского Университета Валериан Гаранин Здесь представлено порядка 40 экспонатов Это документы о жизни и деятельности ученого Имеется и рукопись речи Эверсмана, которую он произнес перед сообществом Казанского Университета на торжественном собрании На выставке можно увидеть новые виды млекопитающих, носящих имя Эверсмана А из собраний ботанического отдела представлены листы гербария, собранного Эверсманом из поездок Гербарные листы, которые были им созданы еще после путешествия в Астрахани-Эверсбургскую губернию в 1829 году То есть им почти 190 лет Отдел рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского предоставил для выставки конспект лекций Эверсмана по зоологии Книги Эверсмана на латинском и русском языках и многое другое И все это удалось сохраниться благодаря сотрудникам университетских музеев, в том числе и инвентарные книги, в котором составлялись описи Одними из первых посетителей выставки стали учащиеся лица имени Николая Лобачевского Казанского Федерального Университета Представлены очень интересные элементы его биографии Также представлены некоторые животные, которые он открыл К сожалению, я особо не знала об этом человеке, но мне очень стал интересен после этой выставки Хочу знать о нем побольше Организаторы выставки приглашают всех желающих завершиться на 20 марта Анна Глазунова, Александр Юдин, Универ Ньюс Очередной повод для накала индо-пакистанского конфликта 14 февраля в Индии террорист-смертник на внедорожнике, начиненном взрывчаткой, столкнулся с конвоем военнослужащих Индии Подробнее расскажет Булат Гусейнов 14 февраля в округе Пулвамана на территории Индии случился теракт Террорист-смертник на автомобиле врезался в автобус с индийскими военнослужащими При столкновении никто не выжил, всего погибло более 45 человек Ответственность за теракт взяла группировка JSHM Мухаммад, пользующаяся поддержкой власти Пакистана Стоит отметить, что между Пакистаном и Индии с 50-х годов длится конфликт за земли Кашмира Но с недавнего времени страны стали членами ШОС Чем и показали сотрудничество между собой Первые же часы после теракта прореагировали достаточно бурно Но ответные действия не заставили долго ждать Страны отозвали послов и власти Индии повысили пошлины на товары за Пакистан до 200% Она была остановлена переговорами в Ташкенте, которые проводили советские руководители Например, министр Алексей Косыгин и министр иностранных дел Андрей Громыко Они пригласили индийскую и пакистанскую стороны, которые даже не желали разговаривать И вот шаг за шагом довели дело до урегулирования того этапа конфликта Говорить, что это приведет к разгару конфликта, пока рано Но можно сказать одно, что данная нестабильность несет пользу только для Америки Так как через территорию Кашмира будет проложена китайская железная дорога по мега-проекту Китая Один поезд, один путь Булат Гусинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс На этом у меня все Смотрите нас в социальных сетях До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok